Разница просто в развитии разума. То есть у животного разум есть, но он спит. То есть он как бы активен уже, но он активен бессознательно. А у растения разум вообще не активен. То есть растение себя вообще не осознаёт никак. Животное себя осознаёт с трудом, а человек себя начинает осознавать, если он имеет совесть. Потому что признак начала человеческой жизни, начала человеческого существования – это присутствие совести в сердце. Вот мне в записку говорят, что ты ведь сейчас о своих родственниках плохо сказал, а это неправильно. И дальше уже работать должна моя совесть. Если у меня совести нет, я буду говорить, да нет, я правильно всё, что там ко мне предстоит. А если есть совесть, я, значит, буду оценивать эту записку, буду думать об этом и решать. Может быть, это что-то важное для меня было сказано. Понимаете, человеческая форма жизни начинается там, где есть совесть. Совести нет, значит, нет жизни. Это просто жизнь немножко в другом состоянии, которое описано в бедах. Смотрите, следующий уровень развития сознания. Когда грехов чуть-чуть меньше, то живое существо рождается постепенно в разные, более активные формы жизни. То есть, если взять, допустим, медузу, да, она уже плывёт. Мы весёлые медузы, мы похожи на арбузы. Ну, то есть, медуза плывёт, да. Но вот если посмотреть ей в глаза, то она уж не такая и весёлая. Видно, что просто взгляд очень мутный. Она по факту ничего не соображает, у неё нет никаких эмоций. Если взять рыбку, допустим, да, рыбку, то в аквариуме, если у вас рыбки есть, вы замечали, что у рыбки есть одна такая эмоция, это эмоция страха. Всё, больше никаких эмоций нет. Рыбки, они тупят такие плавы, тупят, тупят потихоньку, потом, если что-то, безумно, раз, испугались, или потом пять тупят. Всё, то есть нет больше никаких эмоций, вот такая жизнь. В таком тупом состоянии вот такого движения. Просто плаваем, наслаждаемся жизнью. Большие рыбки сильно плавают. Вот. Маленькие... А? Гельфины. Гельфины — это уже не рыбки. Там лекопитающие, другая форма жизни. Вот акулу, если взять, то никакие эмоции в глаза. Страх и злоба, и всё, больше никаких эмоций. Если её не трогают, она нормальная. Если её тронули, то, ау, пожрала. А дельфин, видите, у него есть радость. Он как... Заботится, может вспомогать. Это уже как бы другая форма жизни. Так, следующее. Дальше развиваемся, да? Выходим на сушу. Ящерицы, да? Страх плюс какая-то активность такая, то есть уже желание преодолеть, победить, что-то делать для своего счастья. И ящерица, ну, как? Такая, ну, то есть она старается уже жить как-то, старается. Ну, эмоции только две. Страх и какая-то активность, желание выжить просто, и всё. Дальше птичка, следующий уровень жизни. Страх тоже, может быть, что птиц в основном страх в глазах. Но уже начинаются позитивные эмоции. Так? Ну, то есть птицы уже поют, они олицетворяют уже вот любовь, красоту. Вот это вот, да? То есть у птиц уже и положительные эмоции появляются. Но они очень пугливые. Дальше идут дикие животные. Зайчик, допустим. Зайчик, он тоже постоянно поится всего. Да? Но если взять, допустим, волка, то волк уже, это животное, которое проявляет признаки разума уже. Они стаями живут, они там, у них уже есть вожак, там, главные, они как-то так уже заботятся о животных. И они могут улыбаться так своим детям, смотрят на детей, они уже улыбаются. Улыбаются-то немножко уже, как-то у них улыбка. А у собак очень сильно улыбка проявлена уже, да? То есть самая кульминация, как и в животном мире, это животные, которые общаются с человеком. Потому что веды говорят, что именно близкие отношения меняют разум. Животное, которое общается с разумным человеком, становится разумным к концу жизни. Мы можем видеть, что собака, она рядом с разумным хозяином выглядит точно так же. У нее такой же взгляд, он так же смотрит, она перенимает от человека полностью манеру. Потому что животное, оно имеет развитый ум. Ум это еще не разум. Разум это то, что дано человеку, а животное, у него разум прощелкивается, проявляется. Понимаете, с точки зрения спройния тонкого тела, конституция человека у собаки могут быть похожи. Но активность разума, она разная. У человека сильнее разум выражен, чем у собаки. Разум это способность себя отдавать. Отдавать сознательно. Собака бессознательно себя отдаёт, потому что она зависит, она чувствует, любовь есть у всех. Даже у деревьев. Любовь есть у всех. И собака может любить хозяина, быть верной. Но это такое бессознательное чувство. Но человек должен осознанно научиться любить, жертвовать собой. Это уже другое, понимаете. Это не чувство, основанное на каких-то просто желаниях таких мимолетных. Это то, что человек с позиции знания делает уже. Итак, видите, у животных появляются эмоции. Деятельность ума, она начинает быть активной. Ум что имеет? Мысли, эмоции. У собаки есть мысли? Есть. Это можно легко заметить. Когда собака спит, она так... То есть что-то видит, там гавкает. Возьми. Она, значит, думает в это время. Правильно? Потому что она же ничего не видит вот так снаружи. Она думает в это время, да? Но собака себя не сильно понимает. Вот, допустим, если собака смотрит в свое отражение в воде, она начинает на него гавкать. Она думает, что это другая собака и чужая. Хотя она себя не узнает еще, не понимает себя до конца. Собака. Вот человек себя узнает, да, в отражении. Ну, то есть, животные находятся в сознании, постепенно приходят ко сну сновидениями. То есть у деревьев сон без сновидений. Они себя не знают. И леви себя не знают. Поэтому мы когда веточки отрезаем, дерево немножко просыпается и начинает лучше расти. Но у собачки, если ножку отрежут, она лучше не растет уже. То есть животные уже более пробудившиеся такое сознание. Понимаете? То есть животные уже, они уже начинают потихоньку просыпаться, начинают себя осознавать. То есть сон со сновидением. Теперь человек, у человека пробуждающийся сознание. Пробуждающийся сознание. Он начинает понимать, что есть честность, есть совесть, есть любовь, есть смелость, решительность. То есть человек понимает, что есть какие-то божественные вещи. Некоторые люди не понимают. Он говорит, у каждого своя правда. То есть это означает, что совести нет. Потому что совесть — это оценивает правду человека в совести. Конечно, у нас есть желание что-то считать правдой, но по факту правда нам не принадлежит. Допустим, я начал читать эту записку, и совесть, она отозвалась болью. Значит, я что-то не так сделал. Совесть подсказала. То есть правда не принадлежит человеку. Правда принадлежит совести. Совесть — это представительство Бога. Она и представительство Бога, и в деревьях есть тоже. И в собаках тоже есть. Но не проявляется активно так, как в человеке. Итак, что такое пробуждающееся сознание? Пробуждающееся сознание — это когда человек начинает понимать, что есть какие-то ценности в жизни. В человеческой форме жизни мы начинаем понимать, что есть какие-то ценности важные. Что-то есть верность, надо быть верным. Зачем надо, непонятно еще. Но надо быть верным, надо быть честным в жизни. Надо учиться уважать других и так далее. Это признак пробуждающегося сознания. Но в человеческой форме жизни можно развиться до такой степени, что ты из пробуждающегося сознания выходишь в пробудившееся сознание. Что такое пробудившееся сознание? Пробудившееся сознание — это когда человек понимает теоретически, что у него жизнь на этой жизни не заканчивается, что ему дальше придется жить. Тело умрек, а я буду жить дальше. Он уже теоретически это понимает. Понимает, что есть Бог, Создатель. Потому что есть определенные признаки этого, что есть Бог. Вот как, например, управляется вот это тело, миллиарды клеток. Каждая клетка имеет огромнейшую структуру, которую невозможно даже оценить и понять. Все это синхронно работает под одним каким-то управлением. Я лично управляю телом или нет? Кто управляет своим телом? Поднимите руку. Кто управляет, что там происходит? Слава Богу, никто не управляет здесь. Вот, если бы управляли, тогда бы я вам предложил провести эксперимент, как бы съесть кусочек хлеба и управлять тем, что дальше будет происходить. Ну, то есть мы не знаем, что там происходит. Но мы знаем некоторые вещи про это, про все. Например, когда приходит время, мы не знаем так, оп, вроде бы на лекции надо бежать, иначе будет запах. Вот, и как бы в какой-то момент нас оповещают. Сейчас надо идти в туалет. Лекция будет потом. Кто-то оповещает, понимаете? Я в Ведах прочитал, что это как раз та же функция, как совесть, вот эта совесть, нас оповещает, что ты здесь не прав. Также нас оповещает о том, что вот это вот и все, и то, 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 и то. Приведу такой пример. Я обычно после еды на 10 минут ложусь отдохнуть. Есть разный способ после еды, как способствовать пищеварению. Кто-то, кому-то надо гулять, кому-то сидеть, кому-то лежать. Мне надо лежать. Вот, я ложусь отдохнуть после еды и прошу жену, подними меня через 15 минут, потому что если позже, то будет глубокий сон, и ты разбитый будешь на везде. Надо обязательно вовремя встать после еды, иначе можешь получить вот этот результат разбитости. И каждый раз она говорит, пора вставать. И один раз был такой случай интересный. Я услышал, пора вставать. Я как бы встал, подошел, говорю, спасибо большое, что подняла. Она говорит, а я забыла. Кто поднял? Свет душа подняла. И сердце мне сказало, свет душа голосом жены. Потому что так же ко мне вчера подошла девушка, говорит, Олег Геннадьевич, я видела сон в этом сне, вы мне сказали вот важные вещи. Но это не я говорил. Потому что я это не помню, чтобы я приходил к кому-то во сне и что-то говорил. Это была связь душа. Она принимает форму того человека, к которому ты веришь. И его устами говорит. Понятно, да, система? То есть человек, он уже с совестью начинает свои общаться. Человек, который пробудился. Понимаете? Пробудился означает, начал жить честно. По совести начал жить. Это развитие сознания. Со временем приходит время, все начинают по совести жить. Это вопрос развития просто. Это не вопрос образа жизни, это вопрос развития. Дальше, следующий этап. Бодрое сознание есть еще. Когда у человека бодрое сознание, он чувствует себя вечным. Он чувствует отношения с Богом. Он очень позитивно настроен. Он хочет всем помочь. Он желает всем счастья. Он всех любит. Всех прощает. Чувствует, что его события, которые свои к ним происходят, это его проблемы, а не кого-то другого. Если к нему приходят страдания, он никого не обвиняет сам, как бы пытается с собой разобраться. И такой человек, у него счастье, это исходит прямо от его личности и бьет сердца остальных людей. И внешний такой человек, он даже сияет. От него исходит свет. От лица, от всего, исходит свет. И таких людей поэтому называют «святые». По-русски, видите, «святые» означают «исходит свет». Я как-то в молитве задумался, откуда вот это у меня желание с детства работать над собой. Люди в основном же не так живут. Почему вот у меня это появилось? Я задал себе этот вопрос и начал молиться. И пытался как-то, чтобы мне совесть или сверхдуша дала знать, знак об этом. Я в молитве неожиданно почувствовал, что когда-то в прошлой жизни, я даже не почувствовал это видение передо мной предстало, что когда-то в прошлой жизни я просто увидел одного человека, который очень сильно сиял, у него буквально миг вот так вот над головой был. И я очень был потрясен этим видением. И счастье, глубокое счастье, и желание работать над собой, менять свою жизнь, пробило моё всё существование. Я где-то почувствовал, что это где-то 450-500 лет назад где-то произошло. Давно совсем, много жизней назад. И я даже хотел покланяться этому человеку, но не успел. Он уже ушёл в это время. Я то есть остался так замерз, и хотел покланяться, но не успел даже. Но у меня было сильно желание как-то поклониться хотя бы этому человеку. И этого было достаточно, чтобы потом через много жизней, много жизней, вот это чувство работы над собой, желание, оно вело меня за собой. Представляете, одной доли секунды общения, вот такой встречи со святостью, достаточно, чтобы вся жизнь человека полностью поменялась. Вся жизнь. Но намного жизней вперёд. Это никогда не забывается в чувстве. Его, оно уже не исчезнет без следа из нашей судьбы. Много чего исчезает. Мы там одного полюбили, забыли, потом другого полюбили, забыли. Но вот эта святость, она не забывается, понимаете? И она даёт возможность человеку пробуждаться, менять своё настроение. Пробудившись, бодрый человек означает человек, реально воспринимающий, что происходит. Потому что большинство людей, они живут под влиянием кармы, или той силы, которая заставляет что-то делать в этом мире. Точно так же, как муравейчики строят себе муравейник, постоянно этим занят. И так люди. Они постоянно живут тем, что они строят себе квартиру, работают. Целый день на белом свете, все куда-то висят. Едут взрослые и дети на работу за сад. Едут в баню и аптеку, едут тёщи на обед. Что же будет с человеком через 10 тысяч лет? Ну, то есть, понимаете, о чём я говорю? Я говорю о том, что есть определённая сила, которая нас заставляет заботиться, то есть жить вот этим трудом. И мы это считаем настоящей жизнью. Но я вам сейчас расскажу интересные вещи, которые я наблюдал в пограничных состояниях. У меня было несколько раз в жизни, когда я видел уход из тела. Два раза это было на дороге в результате аварии. Человек буквально там 5-10 минут назад оставил тело и увидел, как в тонком теле он уже повис над своим грубым телом. Я увидел эти эмоции, что человек в шоке, в полном шоке. Он не ожидал, что вот так произойдёт. Он ехал дальше строить себе дом, там что-то делать, заботиться о родственниках. У него были какие-то планы о том оп и привет. Понимаете, так как он оставил тело в пробуждающемся сознании, пробуждающемся сознании означает вот это вот бегать тут что-то делать и думать, что я в Сибири вечно прожил. Как мне женщина сказала, для Сибири дайте практику вчера. Для Сибири дайте. Другой говорит, да вы в Сибири ещё лет 15, а потом неизвестно где. Причём в Сибири. Понимаете, то есть пробуждающие сознания означает, что человек не отождествляет себя Сибирью. И даже он говорит, я ровный в день, но сколько тебе русским-то осталось быть, мой хороший. Вот. То есть идея в чём заключается? В том, что мы души, понимаете, мы вечной души и надо заботиться о следующей жизни. Это и есть пробудившееся сознание. Что если человек живёт, а забота о следующей жизни очень простая вещь. Смотрите, деньги с собой не возьмёшь, славу, власть не возьмёшь, тёплу с собой не возьмёшь. потому что мы голенькие сюда приходим и голенькие отсюда уходим. А вот совесть, правильное поведение, чистоту, честность, смелость, веру, оптимизм, доброту и так далее. Решимость, сосредоточенность, собранность, всё останется с человеком. Вот это сердце, настрой человека, его вера, она не расстаётся с ним. И сквозь годы, и сквозь расстояние, на любой дороге, в стороне любой. Песня остаётся с человеком, песня не расстанется с тобой. Но песня имеется в виду песни твоего сердца. Вот это вот состояние, в котором ты жил на этой земле. В следующей жизни ты будешь в этом же состоянии жить. Ничего не поменяется. Понимаете? Поэтому цель-то какая у нас в этой жизни? Надо вот это вот сердце своё поменять, то, что внутри находится. И тогда ты не зря построил домик, потому что сколько мы времени тратим на обустройство в жизни? Мы для одной трети жизни просто спим. Вот. Два часа в день мы тратим на еду, час там, два. Одну треть жизни мы тратим на работу. И остаётся часа четыре. И это четыре часа, ради чего мы живём. Эти четыре часа надо посвятить работе над собой. Надо молиться в это время, желать всем счастья, разгаиваться, просить прощения, прощать, читать священные писания и так далее. А мы чем занимаемся эти четыре часа? Смотрим чемпионат мира по футболу. «Ау!» 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 «Чего ты орёшь? Чего произошло тут? Какая тебе разница? Куда забери сюда? Чего-то как-то сильно влияет на твою жизнь?» «Ау!» «Я когда в Турции был на несколько дней, поехал в Стамбул, там все ходили в этих красных майках с этим серповым молотом, там не только по-другому немножко, там месяц и звезда. И на чужой не так ходится. Оказывается, чемпионат мира в Турции по футболу. И это как раз майка, которая играла вот эта футбольная команда. Я даже знал, какой счет. Футбол был ночью. Я когда спал в гостинице, то я слышал пять раз, просыпался. Три раза слышал «Ау!» И два раза «Ау!» Три-два. Турки победили. Я потом узнал, посмотрел, так оно и было. Это что означает? Это означает, что кто там сидит, сам открыл. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что мы как бы не понимаем, зачем мы сюда родились. В этом проблема. Не понимаем. Мы думаем, что утрепут пола. И потом, опа, повисаешь над своим телом. Мы как бы футбол закончен. Дальше начнется хоккей. То есть тебе объяснят, зачем ты должен был жить там дальше. Потому что потом во всех писаниях написано «Будет суд Божий». И тебе будут объяснять, зачем ты должен был жить, и будешь страдать за то, что ты жил неправильно. то есть идея в чем заключается? Не то, что я вас пугаю чем-то. Понимаешь, что мы ко всему готовы. Все нормально. Я просто как бы делюсь с вами тем, что вот я почувствовал, видел, потому что это необычно же видеть тонкое тело и чувствовать вот эти все события, вещи, которые происходят. Он обидел меня, он вострожествовал надо мной, он проботил меня. Кто не дает себе убежище таким помыслом, тот навсегда заглушит в себе ненависть. Ибо ненавистью побеждается исходящее из ненависти. Оно угощается любовью. Такой вечный закон. Некоторые люди спрашивают, как простить? Вот муж бросил, не могу простить. Надо найти любовь. Вот в муже найти любовь невозможно в этом случае. Так? Тогда надо найти где-нибудь в святости. Надо взять, начать молиться святому человеку. Как только любовь от него почувствуете, сразу сердце ваше начнет прощать мужу. Потом в какой-то момент раз и простила. Когда ты начинаешь с чистым и светлым контактировать, сердце успокаивается, возрождается, оно получает заботу, нужную силу, которая дает возможность. Вот кто из вас смог простить с помощью поднимителя? Вот в зале смотрит, 40 человек подняло. Это важно знать, что так работает. Кто из вас не смог простить? Поднимите. А вы пользуетесь этой методикой, которую я вам сказал? И не смогли простить? Вы чувствовали святость человека? Девушка, девушка, да, с вами, да. Чувствовали святость? И не смогли простить? Невозможно. Невозможно. Значит, чуть-чуть простили хотя бы, если чувствовали святость этого человека. Чуть-чуть простило. Двигайтесь дальше. Мне есть один пример интересный. Мы проводим такие занятия по молитве со своими там с кем работаем, с ребятами. Мы проводим такие занятия и изучаем что такое молитва по воскресеньям. На одно такое занятие ко мне пришел один знакомый. Он в прошлом в Москве был зам перфекта по земле. И достаточно богатый человек. У него свой коттеджный поселок строился. Его напарник он его надул. Ну и все у него забрал. Достался без него. Ну и слава Богу, потому что это привело его к занятию духовной практики и так далее. Но проблема в том, что напарник попросить не мог. Он уже и так маялся и сяк и не знал что делать. Знаете, что интересное произошло? Мы вот эту молитву все включились и просто начали вместе вот этот путь свой духовный. Когда люди объединяются в этом месте им легче. И где-то 2-3 часа она в таком состоянии находилась и когда мы закончили мы рассказывали реализацию опыт опыт который мы пережили знаете что он сказал он такой начал думать что я пережил что я пережил потом простил 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 он вообще об этом не думал просто молился но неожиданно почувствовал что сердце его освободилось от этого чувства груза отношений с этим человеком он его простил неожиданно не ненавистью побеждается исходящее из ненависти она угощается любовью такой вечный закон бодейская мертвость опять резкий Лев Толстой любит его приводить высказание воля Бога в том что мы жили счастьем и жизнью друг друга а не взаимным несчастьем и смертью люди помогают друг другу своей радостью а не горем очень важное высказание давайте его проанализируем смотрите воля Бога в том чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга а не взаимным несчастьем и смертью Вот почему люди разводятся. Потому что они не живут счастьем друг друга, понимаете? Ведь у каждого человека есть что-то хорошее в сердце. Как есть очень хорошее лекарство, хороший способ оставаться вместе всегда, всю жизнь. Надо вспоминать то чувство, которое ты испытывал при самой первой встрече. Первая любовь моя земная, Утро моих глаз, Я тебя совсем еще не знаю, Вижу в первый раз. Понимаете, то есть вот это чувство любви, влюбленности в человеку, это чувство не наше, это Бог нам дает, понимаете? Бог нам дает это чувство для того, чтобы мы увидели самое лучшее в человеке и потом это помнили на всю жизнь. Когда люди разводятся, знаете, они что говорят? У нас без совместимости. Ну, вы же любили этого человека? По-моему, нет. Это не была на Боге. Он забыл уже. Человек забывает это чувство, понимаете? Замыливается. Надо вспомнить, надо вспоминать. Во время молитвы человек должен вспоминать то хорошее, что он видел в своем близком человеке, когда утро его глаз было, когда он видел первый раз вот эту душу. Потому что душа у любого человека прекрасна по своей природе. Вот вы сейчас сидите, смотрите на меня, и вы смотрите краешком своей души, каждой своей. И меня интересует только этот краешек, потому что вы каким краешком смотрите своей души? Прекрасно. Понимаете, меня больше вас ничего не интересует. Меня только интересует вот этот прекрасный краешек вашей души. Потому что я как Личность вас понять могу только через этот краешек вашей души прекрасный. И в этом смысл жизни человеческой. Нужно запоминать эти глаза. Глаза открытые к чистоте, к знанию. Запоминать эти глаза и жить этими глазами потом, этим взглядом. Так люди могут прожить всю жизнь вместе и быть счастливы. Несмотря на то, что они будут обижать друг друга, мучать друг друга. Почему? Потому что действует через близкого человека судьба. Сила судьбы действовать не преклонно. Моей судьбы. Моя судьба будет действовать через близкого человека на меня. И я могу даже об этом не догадываться. Я могу думать, что это реально мне не повезло. А на самом деле это закономерность. Это не является случайностью вообще никогда. Мне так как-то пробило еще студенческие годы. Я почувствовал вот эту закономерность, когда был такой случай в моей жизни. Когда я жил на квартире рядом с одной женщиной, у них семья такая была. Ну, немножко ругались они. По-русски сказать так немножко. Там интересно, как было. Вот девочка маленькая, ей было где-то лет 9, наверное, 10. Она уже училась в школе. Она была вылитая мама. Вот один к одному. Ну, вот просто вот мама, девочка просто там 30 лет спустя. И знаете, я вышел разок на кухню и увидел такую картину. Мама, глаза вращаются, она кричит на свою девочку. В кого ты такая дура уродилась? И я смотрю, как бы, уже непонятно. Как он у нас один к одному. И меня пробило в этот момент. Я понял, что наши родственники – это олицетворение нашей собственной судьбы. Женщина меня спросила, «Алегинатч, вы можете мне показать мою судьбу?» Я говорю, конечно, очень просто. Поставьте перед собой всех своих родственников, друзей, близких, круг. Вот это вся ваша судьба. Вот они олицетворяют всю вашу судьбу с разных сторон. Что-то вам нравится в вашей судьбе, что-то не нравится. Но это вот и есть ваша судьба. Какие поступки вы в прошлой жизни совершали, то и получили сейчас из своих близких людей. Но есть два типа людей. Одни из них принимают судьбу и говорят, «Да, эти все родственники мои. Они мне нужны, потому что они вот для меня. Но они меня учат. А другие не принимают. Они говорят, вот эти мне нужны родственники, а эти нет. Это не мои. Вот одни люди пробудившиеся сознания имеют, а другие еще пробуждающиеся». Вот и все. Потому что пробудившийся человек означает принявший. Принявший, переваливший. У него достаточно силы счастья, энергии счастья. Он с достаточно высокой энергией счастья контактирует в своей жизни. Он достаточно сильно способен чистоту человеческую видеть в своем сердце, чтобы перевалить трудности судьбы, которые на него она посылает. И все. В этом разница только. Большинство людей даже не представляет, что такое святость вообще. Они не понимают, какая чистота от возвышенных личностей исходит. Какое счастье просто думать, а не быть рядом с ними. И если человек хотя бы один раз в жизни это почувствовал и понял, то с любой трудностью он преодолеет в своей себе. Но чтобы это почувствовать и понять, для этого трудиться надо в сердце, трудиться. Потому что святость не увидишь просто так. Я один раз, когда я интересовался православием серьезно, я приехал в Сергий Посад и там на ночную службу остался. И самое главное событие в моей жизни было с утра. Я выстоял очередь и подошел к одному старцу, который должен мне что-то сказать. Я даже не помню, что он мне сказал толком, потому что мне было это не сильно, может быть, и интересно, и важно тогда. Но я заметил, что его взгляд как ребенка очень простой, чистый, светлый. И я подумал, что старцы это такие величественные люди, которые так очень авторитетно выглядят. Но потом я понял, что на самом деле душа открытая, от грехов свободная, она похожа на ребенка больше. Она похожа не на такого крутого дядьку, а больше на ребенка. То есть она очень близко к чистому, светлому и простому человеку. И я заметил в этом старце вот эту чистоту и простоту человеческую. Я подумал, о, потом я начал анализировать это и понял, что вот я видел настоящего человека. Настоящего, чистого, светлого человека увидел. То есть в ней в чем заключается, что к этому мы должны в жизни стремиться. Вот в этом цели, чтобы эту чистоту человеческую почувствовать, понять, и потом ее искать уже в своих близких. Потому что нам не хватает несовместимости, как некоторые думают. Мироскопы составляют. Вот с этим человеком секс пойдет, а с этим не пойдет. Значит, за него замуж не выйдут. Надо искать, с кем секс пойдет. У меня один астролог был знакомый. И он был еще не женат. И он себе нашел девушку, у которой просто максимально совместимость по гороскопу. Они три недели пожили вместе, переругались и разбежались. Вот и вся совместимость астрологическая. Другой случай вам расскажу. Один человек очень сильно любил девушку в Индии. И там, прежде чем создать семью, нужно было сходить в Кострову. И он сходил в Кострову и узнал, что у них полная несовместимость вообще. Нельзя создавать семью. И он взял, поменял себе дату рождения так, в паспорте, чтобы была совместимость. И потом, как бы, ей дался данный свой гороскоп. Она сказала, о, идеальная совместимость, женимся. Женились, прожили в жизни, все было. И радости, и печали, как обычно у всех людей. И она уже через много лет сказала, вот видишь, благодаря тому, что мы с тобой совместимы, мы смогли эту жизнь пережить. И как бы, вот видишь, как хорошо. И он показал ей настоящую дату рождения. И они разверлись. Кто сказал? Кто сказал? Вы очень оптимистичны. Очень оптимистичны. Но они не разверлись, по-другому. А? Я это, предполагаю, вы шутите. Вы шутите? Я тоже. Ладно, вы не обращайте меня к теме. Я просто у меня вот это, понимаете. Как бы, сильно хочу защищать семью. И поэтому, когда сомнение какие-то в этом, у меня рыцарский дух возникает. Я не заметил вашу шутку, я заметил что-то другое, простите. Воля Бога в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, они горят. Когда человек близкий оставляет тело, не надо быть на Луну. Понимаете, если вы плачете, на что ты меня оставил? Вы кричите прямо ему. Потому что он, он на самом деле все чувствует. Он с вами не разлучился, он с вами как был связан, так и остался. Люди не могут расставаться просто тем, что они меняют место жизни. Понимаете, человек в Америку уехал далеко, далеко, но связь есть. Точно так же он уехал в другое место совсем. Может быть, с этой земле, может быть, на земле в другом месте. Связь все равно остается. Не надо быть и кричать, куда ты ушел. Понимаете, просто желайте ему счастья. Пытайтесь победить себе вот эту разлупу в своем сердце. И вы ему тогда поможете этим. А если вы будете проклинать свою суду, вы ему не поможете, и у него сердце будет еще дополнительно разрываться от вашего горя. Потому что ему самому тяжело, он поменял тело, ему надо что-то делать теперь в этом состоянии. Он не всегда понимает, что происходит. Потому что человек не всегда в бессознательном состоянии остается. Как только он из тела выходит, он трезвеет, начинает себя любить. Я могу вам это доказать. Был научный эксперимент. Есть такой Молдин, ученый, доктор медицинских наук. Он провел исследование над людьми в пограничном состоянии, в реанимации. И многие люди, которые приходили в себя, они давали показания. Он там всякие датчики поставил, синхронные там, видео со звуком. И все синхронизировалось по времени. И оказывалось, что в то время, когда люди, у них даже мозг уже там прямую линию показывает, энцефалограф. Ну человек не может ничего знать в это время, что происходит. Люди, видя сверху, они говорили, что они в какой-то момент приходили в себя и видели сверху, что происходит. И они описывали это подробно, какой хирург, что сказал, что было и что было сделано. Хотя эксперимент был абсолютно точно поставлен. Они приходили в себя, потом ни с кем не общались. Просто их запрашивали рассказать все, что произошло. Они рассказывали. Вот этот вид сверху объясняли. Подробнейшим образом люди рассказывали, что происходит, когда тело никак не живо. Это указывает на то, что мы помним то, что происходит при выходе из тела. Видите, и Высоцкий как правильную песенку оказывается спел. Хорошую религию придумали индусы, когда, дав концы, не умираешь насовсем. Если тут, как дерево, родишься Бообапом, а если жил свиньей, останешься свиньей. Люди помогают друг другу не горем, а радостью за ними. Не взаимным несчастьем и смертью друг друга надо жить. Надо вспоминать после смерти близкого человека, что было хорошего в жизни. И это этим жить надо. Не тем, что он ушел, а тем, что хорошим. И тогда стресс уходит в разлуки. Человек чувствует разлуку, но нет камня на сердце, нет стресса, потому что камень указывает на то, что я не то делаю, не кем занимаюсь сейчас. В момент ухода человека надо очень сильно молиться, желать ему счастья, думать о том, что у него все будет хорошо, но не надо скорбеть, кричать, плакать и быть на Луну. Понятно, да, система? Попробуйте, вы увидите, сразу легче станет. Знаний не хватает человека при разлуке с близкими людьми только знаний не хватает, нам больше ничего не хватает. Не надо думать, что зачем судьба со мной так поступила, об этом вообще не надо думать, потому что в этом мире мы живем, в каком мире? Знаете, как на высших планетах Землю называют? У нее интересное название есть. Мрикю Локу. Мрикю означает смерть, Локу означает планету, планета смерть. Здесь все врут как мухи. Но мы этого не замечаем, потому что у нас есть определенный механизм внутри не обращать на это внимания. Мы верим, что у нас все будет хорошо. Понимаете, не то, что близкие родственники оставят тело, нам тоже скоро придется. Об этом надо думать тоже. И нет в этом ничего неплохого, нехорошего, это просто обычная вещь. Тех, что рождаются в этом мире, обязательно придется оставлять тело, а потом рождаться вновь. Пока человек не поменяет свое восприятие мира, веды говорят, что как только человек достигает абсолютной любви, абсолютного желания служить, абсолютного понимания, что он душа, ему уже делать нечего в этом материальном мире. Он свои экзамены все сдал. нечего в этом мире. Мы рождаемся здесь только по той причине, что мы эгоисты, мы не хотим ничего понимать, мы хотим жить только для себя, хотим эксплуатировать вокруг все для себя и думаем, что это и есть настоящее счастье. Понимаете? Вот из-за этого мы и учимся здесь, только по этой причине. Потому что какого бы бытия душа не желала в момент смерти, такого бытия она и достигает. есть вечная жизнь, есть временная. Очень важно высказание, поскольку вы можете понимать существа выше вас, на которые вы взираетесь с чувством благовения и глубокого пости и пощения, поскольку вы и становитесь благороднее и счастливее существа выше вас. Понимаете, пробуждающимся сознанием означает каждый суслик у себя на поле агронома. Пробуждающимся сознанием очень трудно понять, что существа есть выше нас. Таракан, когда по кухне бежит, он думает, что нога, которая рядом с ним встает, это явление природы. Он думает, что это РЛО, неопознанный летающий объект. Но у него мысли нет, что это существо выше его. Он просто боится, что что-то какое-то происходит, что-то на меня летит. Надо сматываться и все. Понимаете, о чем я говорю? А чем мы отличаемся от тараканов, если мы не знаем, что есть святые люди? Есть святость, есть высшие существа, есть ангелы? И вот скажете, а почему их не вижу на единоте? Потому что меняется судьба человека благодаря контакту. Веды говорят, самый сильный действенный способ изменения судьбы это просто контакт с чистой силой. Вот с этой чистотой просто контакт, мимолетный хотя бы. вот поэтому и не видишь, что ты не достоин этого контакта. Ты хотел этого изменения в своей жизни? Увидеть чистоту человеческую, увидеть чистоту святых людей, увидеть чистоту высших живых существ. Ты хотел этого? Нет. Ты хотел машину, квартиру, детей, жену, Майами. Вот что ты хотел. ты не хотел вот этого внутреннего, поэтому не получил. К чему бы ни стремился человек, того он и достигает. В этой или следующей жизни. Если в этой жизни не успел на Майами съездить, придется ехать в следующей. А может быть там ты и родишься, если сильно хотел. Если в момент смерти будешь думать о Майами, то согласно ветрам в следующей жизни будет Чунга-чанга синим послом. Чунга-чанга лето круглый круг. Чунга-чанга весело живет. Чунга-чанга песенка поет. Поскольку вы находитесь существа выше вас, которые вы взираете с чувством благовения или глубокого почтения, поскольку вы становитесь благороднее и счастливее. это очень важно найти себе наставника жизни. Глядя говорят, разумное существование начинается только тогда, когда у человека в жизни появляется старший. Нет старшего, нет разумного существования, потому что совесть человека может функционировать в три стадии. Первая стадия функционирования совести это момент сильного страдания. включается неожиданно и человек начинает понимать шакал я паршивый все ворую и ворую или помните надо меньше пить, надо меньше пить. То есть момент сильного страдания человек начинает понимать, что он сам во всем виноват. Это первая стадия включения совести в момент сильного горя и сильного страдания. Дальше вторая стадия включения совести через старшего. Старший кто такой? Это тот кто олицетворяет мою собственную совесть. Старший это кто такой? Это тот у кого есть только доброты и любви в сердце, что он может мне сказать так мягко правду, что я могу переварить. второй этап развития совести отношений с нами это через кого-то, через старшего. По факту совесть действует наша и не только через старшего. Она действует также через жену, через мужа. Но мы не сможем это переварить. Потому что жена когда говорит правду о своем муже, когда она очень сильно разгневана и в этот момент начинает тарать «Ты скотина такая, живешь только для себя! никого не любишь!» кричит на него. Это чистейшая правда. Потому что мы на самом деле живем только для себя и никого не любим. Мы все. Она на него так кричит потому что думает что у нее другие дела по-другому обстоят. На самом деле любовь это совсем другое не такая вещь ешовая как кажется. Потому что влюбленность которой мы испытываем друг друга это вообще не ощущение друг другом и все. Любовь это вещь которая начинается когда ты принял близкого человека вместе с недостатками с его трудностями в жизни. Вдохнул выдохнул и принял. И с этого момента ты уже дома отдыхаешь потому что ты все принял сказал мне положено такое. Это первый этап любви. Второй этап когда ты уже принял человека недостатки переварил ты начинаешь видеть в нем хорошее. Это второй этап третий этап это верность. Когда уважение становится сильным то люди начинают чувствовать вот это глубокое чувство друг к другу. Верю в тебя дорогую подругу мою. Вот это чувство такое верность да это следующее чувство и дальше начинается уже искренность настоящая любовь чистое светлое чувство. Вы понимаете люди которые привязаны только к одному сексе друг с другом они никогда не почувствуют этих вещей потому что секс это всего лишь отдых от отношений настоящее отношение они в сердце должны происходить в сердце если в сердце ничего нет друг с другом если ты не можешь переварить близкого человека простить его понять принять то о какой любви можно говорить мы с ним я не чувствую алигинач я его бросаю потому что не чувствую что мне хорошо с ним жить так ты не чувствуешь что тебе хорошо с ним жить потому что ты ничего для этого и не сделала ты приняла его как человека ты простила его ты ему служила правильно да чем больше о нем заботишь тем больше он наглеет это факт но есть еще вторая сторона заботы потому что когда человек настоящему любит другого человека по-настоящему любит он тогда еще его и воспитывает вот интересно знать что если ты действительно любишь близкого человека то твои отношения они перестают быть формальными с человеком ты подходишь к нему и говоришь правду ему но говоришь с любовью очень аккуратно мой хороший мой любимый я так счастлива что ты хотя бы утром еще не пьешь я так счастлива видеть твои пусть даже с похмелья но трезвые глаза видите это означает любовь то есть позитивно но сказала правду и у нее сердце егнет на это обязательно потому что в данном случае совесть выбрала жену как старшую мы тоже можем быть друг другу старшим если захотим но это надо делать с любовью понимаете с любовью с любовью означает что она уже простила ему что он пьет и просто хочет помочь ему и все и делает это очень аккуратно меня